У кого дети есть? У мамы. А вы сюда шли? Не знали, что здесь тоже люди? Дети, женщины, матери? Вы не знали, что вы несете за лоб пребыванием своим здесь? Сколько вам платят за убийство людей? Зарплату. Зарплату платят? Большая зарплата? Пять тысяч. Пятьдесят тысяч ривен? Да. Ну давайте голову поднимайте своим. Смотрите сюда. И рассказывайте тебе. Позже матерять. Ребята, жены, дети. А вы пришли сюда убивать за то, что люди не хотят жить в неволе. Одну неволю сняли, вторая приходит неволе. Вы идете их убивать за то, что не хотят просто работать, трудиться? За то, что хотят детей рожать, воспитывать? За это идете убивать? Давайте, напрашивайте. Субтитры создавал DimaTorzok. Чапки, поднимающий, шифровщик. Питки его. Куда перебросили? Дмитрийский район. Потом перебросили куда? Все, два срочка. По мобилизации и в Унавский город. Тради Бога. Это получается тебя как мобилизован? Ну, мобилизован. Мобилизован. Все мобилизован, непосредственно кто, офицеры? Есть. Есть? Рядовые. Сколько из вас рядовых? 8? 5 рядовых, так? Нет. Старший сержант. Старший сержант? Младший сержант. Младший сержант, пожалуйста. Видите, ребята. Вот даже не рядовые. Скажите, пожалуйста, вас предупреждали, куда вы едете, что вы будете делать? Нет. Вы знали, что вы будете принимать участие в боевых действиях? Нет. Тогда если вы не знали, что вы будете принимать участие в боевых действиях, почему вы тогда принимали участие? Почему вы не отказались? Можно объяснить? Пожалуйста. Была поставлена задача. У нас слотная группа. Сколько человек слотная группа? 8 человек. Восемь человек. В девятом стане мы пасим, пища. Сколько человек в сводной группе в твоей? Восемь человек? Сколько сводной групп здесь? Можно объяснить. Сводная это так. Все уже кто оставался со штаба. Где не хватает, собирает уже всех. Задачей было просто пойти по маршруту, проверить. Потом с колонны выйти в точку. И не в полете вернулся. Не в полете вернулся. Он фактически в Одессалке, можно сказать. Вот теперь так. То же самое я делал только 29 лет назад. Так, понятненько. Вы в Дьяково были? Вас взяли в Дьяково? Где вас взяли? Так возле какого поселка вас взяли? Под селом. Под селом каким? Дурчево. Не помню. По картинам позвонил. Кто помнит, под каким селом у вас взяли? Дурчево. Одьяково далеко. Ребята, вы знаете, мы уже замучились. Сегодня у нас очень тяжелый день. Так что давайте так. Я буду слушать, а вы будете говорить. Потому что мы же не в детском саду. Вы же прекрасно понимаете. Нужно опустить. Пожалуйста. Будем сидеть нормально. Не понял. Руки опустить. Нужно опустить. Опустите руки, все сидите нормально. И начинаем тихо, спокойно разговаривать. Больше информации, меньше проблем. Я вам могу сказать так. Вы не первопленные. Я контролирую вот это движение. Если мы общаемся нормально, с вами общаемся тоже. Это не очень, что последствия нормально. Давайте со мной рекомендую. Давайте рекомендую. Конкретно нас интересует все. Какое у вас было вооружение, сколько человек, откуда перебрасывали, на каком вертолете были. Какая была поставлена задача, где должны были забрать, почему не забрали, почему попали в плен, кто забрал у вас в плен, где вас взяли. Выполнили задачу, не выполнили задачу. Вы военные люди, тем более офицеры. Я понял. С утра на вертолета перебросили из-под изума, под обросик. Там быстро поставили задачу на вертолет и с утра под забросили. Не важно. Туда на вертолете перебросили. Задача была какая? Пройти по маршруту вытяжения колонны, выявить досады и тумбу. Потом вернуться, сесть. По воздуху выявить досады? Нас десантировали. Где вас десантировали? Там ниже. Там, например, карта была, ваши люди забрали. Я показал. У вас задача. Пройти по маршруту, вернуться обратно, встретить колонну. Пройти по маршруту, удержание колонны. Колонны должны оплатить и сами, если не ошибались. Потом вернуться, встретить колонну возле этого села. Приехать с колонны на точку и оттуда должны были забрать вертолет. Вы колонну встретили или нет? Нет, нет, нет. Причина? Причина вступила к бою. Вступили к бою? Да. Вы напоролись на засаду или на вас напоролись? Я так понял, что нас вели. Вас вели? Ну что, когда мы десантировались, я так понимаю, что. Сколько вас десантировало? Восемь человек. Вот эти все восемь человек? Да. Все восемь человек, которые попали в плен. Да. Ребята, вы чувствуете, что ни одного из вас на месте не расстреляли? Хотя наши погибли. Вы заметили? Вы заметили? Значит, где совесть? Фильм видели? Брат 2. А где? В чем сила, брат? Давай дальше. Начали. Ну, в зале окружили вас. Ну, там была такая, ну, как бы, балочка. Короче, колонну, которую вы должны были встретить, вы не встретили, так? Мы не встретили. По радиостанции вы что-то передавали? По радиостанции у нас нет. Средственной связью мы не обеспечены. Было только две радиостанции. Малый, дальный связь. И связь группы. По мобильному телефону. По мобильному телефону вы переговаривали, предупреждали своим лагоном? Нет. С колонной связи не было. Я понял. Звонили непосредственно в штаб. Что вам штаб говорил? Какие действия вам предлагал делать штаб в той ситуации, чтобы попали на засаду? Ничего не продавали. Как? Держаться до последнего? Просили, просили помощи. Вы просили помощи? И так, что два лета, нет, два лета, три лета прошел над нами, вернулась в обратную сторону и все. Тойоты, которые летали над вами, обстреливали? Они не стреляли, не прошли, вернулись обратно. Посмотрели ситуацию, какая над вами и ушли назад, так? Да. Понятно. Конечные слова вашего командования. Что они сказали вам? Мне вообще выключили трубку телефона, вообще ничего не слышал. Помогите, помогите. Сказали, ждите отработали 24-ка. 24-ка так и не отработала, никто не пришел. Ну, я так понимаю, это крокодил МИ-24. Да. Крокодил МИ-24 не пришел, не побежал в свою группу. И вам ничего не оставалось сделать, как сдаться? Так? Мы начали отходить, да, потом подумали, ну, балочку засели, отошли в балочку. Нас уже вели, в принципе. Балку, бали под обстрел, встать от двоих, ранил. Ну, потом еще и решили. Дальше все осталось. И у вас вся форма? Все забрали. Все забрали. Форма машины лежит, а все сами забрали. И у вас помнил. Понятно. Кто к этому что-то может еще добавить? По вооружению. По вооружению, где у вас? Один поле, все забрали. Две гранаты, друг у нас четыре РПГ-22. У меня три гранаты. Три гранаты. Подствольник был? Нет. Нет, больше ничего. У вас? АК-74, БМ, две гранаты и РПГ-22. АК-74, три гранаты, РПГ-22. АК-74, БМ, две гранаты. АК-74, БМ, две гранаты. Я понял. АК-74, БМ, две гранаты. АК-74, две гранаты. АК-74, две гранаты. В принципе, нет. Громче, пожалуйста, поднимите лицо громче. В принципе, я тут сказать уже нечего. Он полосу полосу рассказал. Это задача наша. Все как происходило. Колонна. Вы знаете, с чем должно было идти? Количество. Не знаю, знаю, что-то. Вот скажите, вы в душе прекрасно понимаете или нет? Вас просто бросили. Да. Вы знаете, что было в Афгане, если такое произошло? Ну, сколько уже таких брошенных здесь было? Сколько вас таких брошенных здесь было? Вы знаете, вас отпускают. Вы должны туда прийти, рассказать. Я не знаю, что вы рассказываете, чего вы боитесь. Это не ваша война. Это не ваша война. И никто вас не заставляет гибнуть на этой войне. Но вы сюда лезете и лезете, лезете и лезете. Автоматчик. Подойди сюда. Встань. Охраняй.